Так, как вы считаете, нужно пройти курс на дрессиологии и суплементологии? Нет. Если вы хотите быть, не знаю, врачом, как работать, типа специалистом в этой сфере, сидеть с каким-то аппаратом, делать какие-то диагностики, какой-то кабинет сделать и чисто на групповых делать, тогда да. Для вас это важно. Если вы хотите быть сетевиком и строить сети, то вам это не нужно. Для себя, чтобы разбираться, это можно сделать. Но не дай бог вам, Оль, об этом говорить. Заметьте, как я очень легко и просто говорю. Но поверьте мне, я могу разговаривать с любым врачом, профессором, хоть академиком, медицинским, хотя у меня даже нет высших образований ни одного никакого. Почему? Я много чего знаю. Я понимаю и в крови, и в анализах, я могу разобрать все. Ко мне люди пишут регулярно. Анатолий, помогите, нет детей. И сразу начинаю наговаривать. Пускай муж пойдет туда, сделает пермограмму, жена пойдет, сделает пациент тесты, все, и потом не скидывает. Я могу все делать разборы, но это я не делаю никогда, это вот так. Почему? Это недублицируемо. С каким-то потребителем я могу помочь, чтобы детки у них родились. Но не вот так. Почему? Когда вы говорите таким языком непонятным, таким умным таким, сидит человек и думает, ну ни хера себе. Ну конечно, она такая крутая, у нее 55 дипломов. Как же у меня получится-то? Я же не врач. И что вы сейчас только что сделали? Вы убили лидера. Поздравляю. Вы его просто расстреляли с крупнокалиберного говномета. Пожалуйста. Если вас это устраивает, стреляйте дальше. Что такое сетево маркетинг? Запомните эту фразу. Это просто, это истина. Просто помните, ее всем передавайте. Сетево маркетинг – это когда много человек на земле могут повторять одни и те же действия в большой промежуток времени. Это самая главная вещь. И когда вы что-то придумать себе будете, все вы, подумайте об этом. А Есениев сказал так. А это вот этому соответствует? Если нет, убегайте оттуда. Субтитры сделал DimaTorzok